Диана Арбенина, часть 1 Добрый день, что для вас все эти интервью, чаты? Вы действительно хотите, чтобы люди больше узнали о вас, помимо песен, которые и надо слушать, чтобы вас узнать? Ну, во-первых, я бы не говорила все эти интервью и чаты, потому что я довольно-таки избирательная, и я просто так никуда не прихожу. Это во-первых. Если мне интересно, если мне интересен собеседник, то, собственно говоря, я разговариваю. А от многих очень предложений мне приходится отказываться в силу того, что я понимаю, что вот, ну я приду, мне будет неинтересно, и что я буду делать? Ну, и неинтересно. Что значит неинтересно? Ну, существует же абсолютно разный уровень, скажем, ну, профессионализма, да? Я думаю, это так. Вот. И журналистов разных очень много, и среди них, к сожалению, попадаются такие, которые задают какие-то традиционные вопросы, от которых мне хочется спать, и так далее, и так далее. А я, в общем, очень толерантный человек и воспитанный, поэтому я терпеливо это делаю, терпеливо это делаю, точнее, делала. Теперь я пришла к выводу, что, конечно, лучше отказываться сразу, нежели приходить и испытывать вот какую-то пытку. В нашем случае получается, что в роли журналистов как раз люди, которые являются непосредственно твоими поклонниками. Как ты оцениваешь их работу журналистов? Ну, вот они-то понимают, что к чему. Судя по тем вопросам, которые они задают, мне, конечно, приятно это. Огромное спасибо. У вас очень вкусный кофе. Да, и у нас очень красивые девушки, которые нам его принесли. Отлично. У вас еще есть бильярд, кстати. Да, у нас есть бильярд. Приходи к нам на граждан бильярд. Я согласна на третью, четвертую и пятую части. Так, очень много вопросов о ваших песнях. Почему так, почему не иначе, кому посвящено? Вот сразу читаю. Диана, очень нравится песня «Актриса». Кстати говоря, по поводу актрисы очень много было вот таких восторженных вообще. А что задают? А что спрашивают? Спрашивают сейчас дальше. Расскажи историю рождения этой песни. Почти всегда просьба одна и та же. А если не ошибаюсь, она будет как саундтрек к какому-то фильму. Давай сначала про историю. Про историю. И, кстати, это связано с саундтреком, несмотря на то, что... Ну ладно, начнем по порядку, да. Мне в какой-то момент предложили написать несколько песен для фильма «Переводчица». Ну, рабочее название. Елена Хазанова. Это такая молодая, очень хороший режиссер, которая живет в Швейцарии и работает на два государства. На Швейцарию и на Россию. Я имею в виду там и там снимает. Я сказала, почему бы и нет, но дело в том, что там все должно происходить на Женевском озере. И, наверное, нужно там посмотреть натуру. Я приехала в Женеву первый раз, посмотрела все это. И спустя какое-то время совершенно неожиданно для себя написала песню «Актриса». Но это еще не все. Вообще было заявлено несколько песен. И когда я посмотрела фильм, я поняла, что это песня «Актриса», но абсолютно не в контексте того, что предполагает собой фильм. Поэтому в фильм вошла песня «Редкая птица». А что касается непосредственно песни «Актриса», то мы ее включили просто в японский альбом. Но она, конечно же, будет всегда ассоциироваться у меня со Швейцарией и, конечно, с этим фильмом. А ты знаешь, что ты сейчас про птицу сказала? Вот были вопросы. У тебя, в принципе, очень часто в творчестве протекает такая линия «Я птица», вот олицетворение себя и птицы. Были вопросы, и не один. Какая птица? С какой птицей? Ой, ну не знаю. Но вопрос хороший, кстати. Я подумаю, ладно? Потом напомню. Ладно, ладно, ладно. В конце. Так, переходим к следующему вопросу. А, кстати, это... Нет, я не птица. Не птица? Нет, я, наверное, все-таки волк. Но не птица, нет. Я просто очень люблю небо. И вот повторением слова «небо» я, конечно, грешу. Там самолеты, небо, вот это вот все, стюардессы и так далее. Ну, так получилось, и, в общем, зачем от этого бежать? Кстати, тоже по поводу неба очень много вопросов было. Какое именно небо, вот серое, дождливое, солнечное, вот совершенно разные варианты. Мне нравится такое тревожное, когда бывает затишье перед грозой, перед сильной, и природа замирает, 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 замирает. И небо все становится все гуще, гуще, и такой темно-синий. Ну, да, вот именно к фиолету стремится. И когда она достигает своего вот апогея, раздается какой-нибудь там какая-то гроза или какая-нибудь молния. Мне так интересно, я этого, кстати, не боюсь. Никогда не прячусь. Ты что, не боишься гроза? Нет. Я боюсь. Так, ну ладно. Диана, у вас есть песня «Сливки со льдом». Вчера ее вспоминаю. Только вы ее никогда не поете, а там такой удачный текст. Не кажется ли вам, что это надо исправить? Как зовут человека? Человека зовут Кинзадзадин. Как? Кинзадзадин. У нас не по фильмам пошло. Отлично. Публика все-таки у себя очень хорошая, потому что, видишь, получается, смотрит такие замечательные фильмы. А нет человека с неким домино? Нет, по-моему, не было. Может, я ошибаюсь. Я тут посмотрела этот классный фильм Тони Скотта. Ну, сейчас он пошел в Москве к домино. Очень рекомендую. Отличный фильм, отличный монтаж и все очень динамично. Но не важно, ладно. Вернемся к нашему вопросу, к нашему Кинзадзаду. Так, песня «Сливки со льдом». Почему никогда не поете, там удачный текст? Не кажется ли вам, что надо это исправить? Исправить надо. Но песня, дело в том, что такое количество, что я просто не успеваю и вообще физически бы не смогла спеть все, что я хочу спеть на концертах. Очень досадно, что некоторые песни уже забывают. То есть мне из зала диктуют слова. Представляешь, такое бывает. Я говорю, так что это здесь вот было? Вот это я забыла. Я слышала. Я слышала. Так, песня. А это правда, что вы Брамс положили на музыку? Тоже Кинзадзад спрашивали? Нет, не правда. Я просто люблю это стихотворение, поэтому вот дважды прочитала его. Сначала в Киеве у меня был концерт, и вот в Москве последний, крайний. Скажите, Диана, кто режиссер ваших клипов «Асфальт» и «Юга-2», кто автор тех символичных действий, которые присутствуют в этих двух роликах? Кассиопей спрашивает. Имеется в виду сценарий, что ли? Я думаю, да. Ну, что касается клипа «Асфальт», то снимал его Максим Рожков. Что касается идеи, он ее принес, мы стали ее разрабатывать вместе, потому что мне тоже интересно работать над этим сценарием. У меня что-то все больше и больше тянется в кино сейчас. А что касается песни «Юга-2», то снимал его клип прекраснейший Кирилл Мурзин. И я очень много придумала по ходу. Вот когда мы снимали, придумала по ходу много. Кто выбирает режиссера? Тендер устанавливается, специальный тендер. Ты сама приедешь? Ну, конечно, если мне что-то не нравится. По песке на твою ручку. Ой, я такая вспыльчивая, на самом деле. Если ему что-то не нравится, лучше с ним со мной вообще не связываться. Слушай, когда ты сказала про кино, у тебя глазки так загорелись, я чувствую, что здесь какие-то ожидают сюрпризы. Нет, ничего не ожидает, на самом деле, ничего гореть не буду. Но кино люблю. Все равно какая-то очень хитрая стала. Ну, будем ждать каких-нибудь все-таки неожиданностей. Так, слушай, кстати, вот по поводу клипа «Юга-2». Почему же он оказался в Апале? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Почему такое нехорошее отношение к нему? Не знаю. Что там могли найти такого нехорошего? Не знаю. На самом деле, никакого криминала там нет. Ну, люди до дыр досмотрели этот клип, и все равно не видят ничего. По поводу я нехорошего. Ты знаешь, есть некоторых групп, там, называется так, «Бесайдс». То, что не вошло в альбом. Никаких вот таких вот «Бесайдсов» на самом деле у нас не было. И то, что вы видите на экране, это все. Какая крамола там, может, я что-то не понимаю. Ну, пыталась как-то выяснить, бороться с этим, там, объяснить ребятам, почему они хотят тебя. Это вообще не мои функции, и этим занимаются те люди, которые меня медийно обеспечивают, скажем так. Диана, каково тебе было столкнуться с произволом муниципальных властей, обвинивших себя в пропаганде однополой любви, решивших поднять арендную плату за концертную площадку? «Ртуть» спрашивай. «Ртуть». Хорошее слово «ртуть». Каково... Ну, вот эта история, которая в прессе прошла по поводу обвинения... А, там губернатор. Да, губернатор. Томска, по-моему, если не нашлась. Да никак. Мы как раз были в Туре. Извини, пожалуйста. Мы действительно были в Туре, и это был город Челябинск. Точно, видишь? Все говорят, что города одинаковые. Я все помню. Это был город Челябинск, и когда мне позвонила Лариса Пальцева, наш директор, и говорит, возьми, купи газеты, почитай. Я говорю, слушай, не досуг мне, в принципе, мне нужен на самом чек сейчас, поэтому не до. Ну, конечно, потом я узнала, что к чему. Мне кажется, это очень глупое заявление, это очень глупое, так скажем, модное слово пиар, сделал себе этот губернатор, потому что более чем, там, не умным человеком его назвать невозможно. Ну, если он выбрал такой путь для рекламы своей личности, то ради Бога, Господи. Наверное, лучше не реагировать просто на такие вещи. Вот скажите, пожалуйста, почему вы никогда не поете «Ухожу в леса»? Известен только текст, очень хочется услышать. Я это к чему спусь, ее как-нибудь плис, еще на эту же тему. Вот сначала расчет, потом ответим. Ответила уже, песен слишком много, я не успеваю, то есть я не могу просто спеть все, что я хочу спеть. Но я к ней обращусь, потому что она мне очень нравится, называется она «Земляничная» и дорога. У вас есть отличная песня «Спокойной ночи», не забывайте про нее, а то пели всего два раза, а песня действительно красивая, тоже кинг-газа. Такой же ответ. Диана, скажите, пожалуйста, сколько у вас приблизительно песен, которых вы еще ни разу публично не исполняли? Очень интересно. Ответьте, пожалуйста, числом, в скобках, приблизительным. Они много или очень много? Это очень в тему вопрос, потому что я в какой-то момент поняла, что мне нужно начинать составлять свою какую-то картотеку, я не знаю, для того, чтобы вообще понимать, сколько чего написано, не говоря уже о том, что хотелось бы текст вообще иметь перед глазами. Я подключила к этому нашу, так сказать, администрацию, набралось сейчас 168, по-моему, песен в общей сложности, или 170. И у меня возник действительно такой же вопрос, сколько песен из вот этих, я не пела, но около полтинника, наверное. То есть еще у нас есть возможность услышать это? Будет это когда-нибудь? Ну, знаешь, я очень хочу писать дальше, если честно. Мне так интересно писать дальше, и так интересно дальше идти, намного больше, чем смотреть на то, что было. Когда планируете записывать следующий альбом «Тригонометрия 2» бесподобно, а «Тригонометрия 3» будет? Или следующая акустика будет носить уже другое название? Я сразу хочу пояснить, поскольку уже имею возможность это сделать. Что касается вот этих вот «Тригонометрия 2» и так далее, я бы никогда себе не позволила продолжение и спекуляции на первоначальной идее. Дело в том, что когда мы записали в «Амхате» альбом «Тригонометрия», вообще «Тригонометрия», не один, просто «Тригонометрия», мы его выпустили. И там не вошло какое-то количество песен, просто, вот я уже говорила об этом, не влезло на пластинку. И она оказалась настолько удачной и успешной, что мы подумали, надо включить вот то, что не вошло. Я это послушала и поняла, что материал безнадежно устарел, ну, в силу своей, я имею в виду, сыгранности. Мне стало не нравиться то, как мы это сделали, сыграли. Поэтому мы позволили себе второй концерт в «Амхате» в этом году, в 2005-м. И вот выпустили на основании этого вторую «Тригонометрию», в которую вошли те песни, которые не вошли в первую. Я нормально объяснила? Да, да, да. Поэтому никаких продолжений истории не будет. Акустика, вероятно, ну, невероятно, абсолютно точно будет продолжаться, но в каком качестве, в каком угодно, но не в этом. Закрыли. Диана, как ты думаешь, почему Инна Желанная так открыто выразила свое фи по поводу песни «Медленная звезда»? Это можно считать подтверждением твоих слов о том, что все женщины злобливы и мелочны. Пользователь Меренга, Марина Меренга. Да. Ну, тут надо пояснить. Я, честно говоря, насколько я знаю историю, да, то Инна Желанная, по-моему, только высказала то, что она бы не спела эту песню, если бы ей ее предложили. Инночка прекрасный, душевный человек. Я очень хорошо к ней отношусь и давно очень ее знаю. В те времена, когда мы еще собирали там залы по 50 человек. И она, кстати, всегда нас поддерживала. Что касается вот этой фразы, я ничего крамольного в ней не вижу. Действительно, одна песня может подходить, другая не подходить. Я могу сказать, что очень многие песни из альбома «Нечетный воин» мне абсолютно не свойственны, я бы их петь не стала. Потому что я бы спела их хуже, например, чем та же Инна Желанная, чем Найк Борзов и так далее. И заканчивая тему, хочу сказать, что большое спасибо Леве и Шуре, потому что они, прочувствовав каждого артиста, предложили им ту самую песню, которую человек действительно захотел бы спеть. Это же клево. Вообще великолепный проект. У нас были в гостях и Лева и Шура. Кстати, у меня немножко такой сюрприз для тебя, для наших пользователей, то, что я один... Тут они выходят. Нет. Один вопрос, который был задан во время нашей передачи Леве и Шуре, я переадресовала тебе. И на этот вопрос ребята ответили, но я хочу, чтобы ты тоже на него ответила. Слушай, «Медленная звезда», что вы такое сделали с Дианой Арбениной, что такого вы ей внушили, шептали на ушко, что она так поет, так нежно и пронзительно. На все. Востокова Лена это задала, она даже не знает, Леночка, то, что сейчас я задаю этот вопрос тебе. Рассказывай. Ой. Ну, вероятно, хорошо, 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 отвечаю. Вероятно, они себя вели как настоящий мужчина. Все. Красиво. Лена Сергеевна, покорялись ли вам просторы родного Питера в автомобиле на месте водителя за последние полгода? А то такое ощущение, что гонялись мы как-то с вами. Такое возможно? Абер спрашивает. Кто? Абер. Не знаю. Абер. Да, в этом году я ездила в Питере на машине с большим удовольствием. Просто сейчас я не могу себе позволить водить машину, потому что я очень нервный человек, и я предпочитаю сидеть рядом. Хотя очень... И нервничать за того, кто... Нет, заниматься своими делами, в общем, потому что это невозможно в этих пробках. Мы почему к вам опоздали? Потому что мы ехали из загорода, где я живу, около двух часов, и даже неосторожно пошутили с нашим пиар-директором Юлией Контровой, сказав ей о том, что мы очень долго едем, поэтому мы развернулись и поехали обратно. Она сказала, что я сейчас выйду? Сейчас выйду, что ты такое говоришь? Вот, поэтому нет, водить пока я не хочу. А просторы интернета, не возникает желание снова начать браздить? Если будет время. А часто вообще такое дело было? Вот пару лет назад я просто утонула. В Иннете потом утонула, вынурнула, и до сих пор не могу даже заставить себя пройтись. То есть сейчас невозможно встретить Арбинину в чатах? В чатах нет. В чатах, кстати, не было никогда, но так, только в своем, можно сказать, там, снепперс нет, да? Так, чтобы просто на какой-то чат заходить, там, с кем-то знакомиться, это не по мне. Такой милый вопрос. Ваша самая любимая игрушка из детства была ли таковая? Самый любимый велосипед, конечно. Как у всех народов, да, велосипед и железная дорога. И железная дорога. Диана, а что значит для тебя понятие счастливое детство? Какое детство было у тебя, можешь припомнить самое яркое впечатление из детства? Самое яркое хорошее или самое яркое плохое? Ну, тебе решать. Самое яркое хорошее... И, кстати, вот плохое, почему-то, вспоминается легче, вот из детства, да? Ну, вот я могу вспомнить эту пресловутую историю, когда мы залезли там на крышу дома какого-то строящегося и перебили с моим другом все стекла в детском саду, в который ходили. Хорошая девочка. Короче, да, я, кстати, меня так любили воспитать, представляешь. Один раз они меня заставили в сугробе, ну, дело было зимой, дело было на Чукотке, заставили меня в сугробе, читающей книгу. А я любила читать, мне в три года научили читать, и я этим заболела просто. А всех, извините, выпинывали просто на прогулку, там эти шарфы, эти валенки, пока оденешься, там сидишь уже такой несчастный, потом тебе кто-то шарф вот так завяжет. Вот, ну, не ходилось. Я говорю, слушайте, можно я посижу, посчитаю? Нет, должна обязательно пойти на улицу. Ну, я спрятала книгу, села в сугроб и читаю, чуть не замерзла там. Поэтому детство у меня было клевое, очень веселое, хорошие родители и прекрасное отношение с учителями. Уважаемая Диана Сергеевна. Особенно с учительницей по биологии, она меня, пацаны выбили, опять же, те же самые стекла, но, правда, уже в школе, и футбольный мяч снес чучело совы. Ну, и, понятное дело, они отправили меня, ну, там, девчонки простят, я пришла, и меня исключили, в смысле, ну, так это называется, делали, ну, перестали допускать на уроки биологии вообще. Поэтому, я не знаю, не биологии... Я даже такого жесткого наказания не слышала никогда. Ну, там была такая училка, вообще еще-то... То есть, биологически у тебя незаконченное образование? Нет, ну, в какой-то момент все это закончилось, в смысле, я опять туда пришла, классно, но было тяжело. Давай вернемся к вопросам, потому что времени у нас уже мало. Уважаемая Диана Сергеевна, хотелось бы узнать, не замечали ли вы, что в последнее время некоторая часть ваших поклонников перестали понимать ваши мотивы и поступки? Им кажется, что вы противоречите сами себе в делах и высказываниях. А тут еще Сникчат очень хочет узнать ваше мнение о клипе на песню «Охота на волчат», который был подарен вам полгода назад на ваш день рождения в клубе Б2. Да. Вместе записанный диск с песнями, стихами Сникчата. Дошел ли до вас этот диск? Русский пассажир, подписался человек. А русский пассажир? Который отвечает за весь Сникчат, судя по всему. Ага, на самом деле знаю, я знаю, знаю этого человека. Если, конечно, он не поменялся. Хотя я думаю, что нет. Я не совсем поняла первую часть этого рассуждения. Первая часть, видимо, чем-то недовольная. Ну, хотелось бы узнать, в чем и когда я себе противоречу. Если недовольна, пишите, судя по всему. Пишите, пишите. Да, и Жизиана посмотрит. Часть 3, 4, 5. Что по поводу клипа? Получала ли что? Да, я помню этот черный-белый клип. Я с большим интересом вообще смотрю все, что мне передают. И мне это очень любопытно. При том, что посмотрела раз, наверное, 500 клип на... Ну, тоже любительский клип на песню «Страха нет». И вот именно сегодня, абсолютно честно говорю, что мой день, вот видео день начался с клипа на песню «Бумерангом скосила сегодняшний вечер», которая была в альбоме СМС. Очень трогательно. Вот тут девушка, по-моему, да, Татьяна Кузьминых подписалась из Екатеринбурга, переживает за твое здоровье, за то, что ты себя берегла. Спасибо. У тебя очень серьезный график, и спрашивает такой вопрос. Насчет того, что ваши стихи будут ли, эксперименты буквенные для стихи будут ли выпускаться. И насчет выставки. Вам в прошлом году обещали устроить выставку в Москве. Была ли она? Выставку чего? Чего-чего? То, о чем мы с тобой говорили, твоих графических листов. Ой, я очень хочу выставку. Я обращусь к тому, кто мне ее обещал, точнее, напомню. Я даже, кстати, забросила сейчас всяческие вот эти рисовальные моменты, потому что никакого выхода нет. Ну, в смысле, вот... А много накопили? Ну, можно. В принципе, на выставку потянет. Спасибо. Отличная идея. Я думаю, что займусь в 2006 году этим. Что касается книги, то книга катастрофически, насколько я знаю, она есть, она продается. Где, правда, я не знаю. Вот. Что-то еще пока мы не планируем. Ну, потому что занимались музыкой. О себе книгу не хочешь? О себе? Да, вот человек спрашивает. Ника, Нитка спрашивает о себе книгу. Нет, 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 нет. Рано еще? Я сделала 5% из того, что могу сделать. 7%. Так, вопрос, который не задавал Арбенина только ленивый, не могу задать ни я, да? Что ты думаешь о русском роке сейчас очень разнится с тем, который был при кино и так далее? Сейчас все намешано подряд. Что для тебя русский рок, а что нет? Ну, русского рока сейчас нет. Что для тебя русский рок, а что нет, русского рока сейчас нет. Ну, действительно, я так думаю. Вот то, что я слышу, это ни в коем случае не тот, скажем так, пласт нашей рок-н-ролльной музыки, который был вот при упомянутом выше Викторе Цои, да? Ну, вероятно, времена другие, песни другие, но я наблюдаю совершенно не радующие меня течения, скажем так. Ну, если выразиться проще, то это музыкальный застой. Почему не участвовал в озвучке фильма «Кошмар перед Рождеством»? Джинга спрашивает. Хороший мультик? Мультик хороший, роли не нашлось. Роля не подошла. Понятно. А чем ты руководствуешься, когда отбираешь песни для нового альбома? Их актуальностью, скажем, для самой себя в первую очередь. Вот классный вопрос. Диана, не пора ли обновить свой гипсон? Уж очень он тёртый. Звучит, конечно, супер, но выглядит не очень. Может его реставрировать? Лазаревас. Вот так вот человек писал. Дорогой Лазаревас. Мне очень нравится, как выглядит мой гипсон. И вот кристально честно отвечаю, я ничего для этого не делал. Он действительно стёрся, так как он стёрся. И никакой реставрации он подлежать не будет. Мне это не надо абсолютно. Другое дело, что, конечно, время от времени нужно отдавать его мастеру. И я им пока очень довольна. Давай буквально быстренько. И мастером и гипсон. Три вопроса последних. Москва, Питер, Москва. Девушка очень много вопросов прислала, не могу не задать. Я знаю, что вам нравится платье Могоис Шанель. Не изменили ли ваши предпочтения? Да, до сих пор нравится мне этот парфюм, но не только он. А ещё один вопрос от неё. Что ты посоветуешь прочитать? Прочитать? Да. Прочитать. Ну, я же не знаю, что она любит читать вообще. От себя? От себя. Ну, я сейчас читаю, что касается меня, я читаю сейчас венецианские всякие истории, связанные с Иосифом Бродским. Если ей нравятся Бродские, ради бога. Ну, и давай последний вопрос, потому что я знаю, что... А, вот, 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 ещё момент. К своему величайшему стыду, и я даже не знаю, почему так получилось, что раньше до меня эта книга не доходила, я прочитала Марка Агеева, роман с кокаином. Вот, очень хорошая вещь. Потрясающий русский язык, ну, наслаждение просто не имеющий границ. Так, здравствуйте, Диана. Алена, 0302. Да не было такого. Я же говорила уже о том, что, мне кажется, у нас исключительная публика, и очень приятные люди, и очень воспитанные. Пока. Я думаю, что так и останется. Слава Богу. Это зависит от того, кто, собственно, исполняет, я думаю. Ну да, всё от головы, конечно. А вопросы от Юлианы Петровой. Вот, сейчас мы быстренько на них ответим, мы уже закругляемся. На ваши концепты приходит очень много разных людей. Мне интересно, каким вы нас видите, кто мы для вас? Вопрос из публики. Отвечаю кратко. Друзья. Вы публичный человек. Вас слушают очень много людей. В большинстве своём очень молодых, мнение и мировоззрение которых ещё не сформировано. Вызывая на концертах или в СМИ своё видение тех или иных аспектов жизни, политики, уверены ли вы в том, что этим самым можете оказать правильное, положительное влияние на этих людей? Вы задумывались над этим? Да, разумеется, я об этом задумывалась. И мне задавали вопрос, вы несёте с собой посыл, расскажите о нём. Я абсолютно уверена в себе, и мои помыслы чисты. То, как это, скажем так, переваривается и воспринимается, за это я, конечно, поручиться не могу. Но вот изначально всё кристально, чисто. За последний год вы пересекли свой не только 31-летний рубеж, но и рубеж музыки и песни. Музыка и песни стали качественно другими, нежнее, спокойнее, минорнее. Означает ли это, что старые песни в мажоре перестали быть актуальны для вас? Вот я бы сейчас поспорила, кстати, потому что раньше были минорные песни, теперь они мажорные. Удивил тоже этот вопрос немного, потому что мне кажется, что он, вот я лично чувствую по-другому. Конечно, сейчас они намного светлее, намного, скажем так, с позволения сказать, радостнее, легче. Угу. Ну, вероятно, жизнь такая. Я бы сказала, что в тех песнях был какой-то надрыв, надлом, сейчас более спокойно. Сейчас, вот если говорить, например, о европейском и русском кино, вот русское кино, это когда бьются стёкла, да, там, кровь в реку и так далее. Европейское кино более сдержанное, но очень сильное внутри тоже. Вот мне близко сейчас именно второе. Я могу очень нежно петь о совершенно серьёзных вещах и спокойных. Ну и давай совсем последний вопрос. Мне он очень нравится. Как можно испытать себя на звании снайпера? Как испытать силу, волю и точность прицела? Ну, я уже говорила. Я уже говорила. Нужно быть постоянно на чеку. Нужно понять, что на самом деле, вот у нас нет второй жизни, нужно жить сегодня, да. И это не просто слова, это действительно так. И нужно, конечно, открывать и отдавать себе любви. Вот и всё. Красиво. Очень приятно было с тобой разговаривать. Спасибо большое, Диана. Спасибо, что пришла, нашла время прибежать к нам. И мало того, нашла время даже ответить на столько вопросов беспрецедентно в двух частях. Я старалась, если честно, я старалась как можно быстрее это сделать. Извините, если была многословна. Но действительно вопросы очень, очень хорошие. И я просто так об этом не говорила бы. Писать? Ладно, кому? Биски, которые мы пока не знаем, это мы отберём. Ладно. Покажем тебе всё с твоей лёгкой руки. Мы обязательно выберем того, кто же стал автор, победителем нашего конкурса. Как у кого-нибудь хорошего, ладно? Ну, мы у тебя спросим. Как же мы можем без тебя это решить? Мне вот очень... Мне очень трудно... Ксерокопировать салфетки. Меренга, по-моему, Меренга, если я не ошибаюсь. Это очень заботливо. Спасибо большое. Здорово. Одного победителя мы нашли. Берегите меня, пожалуйста. Берегите её, пожалуйста. Спасибо большое, что вы нас смотрели. Спасибо, Диане. Желаю тебе успеха. Желаю, чтобы у тебя всё состоялось, как ты хочешь. Все твои желания, чтобы исполнили. Всем пока. С вами была Лена Курик. Пока.